Несмотря на то, что на водохранилище еще продолжаются ремонтные работы, жители и гости города уже приходят для того, чтобы провести время здесь со своими близкими. Городское водохранилище стало местом притяжения жителей и гостей города. Работы по благоустройству территории ведутся второй год в планах создать зону для активного отдыха. Завершена только первая очередь работ, но альметьевцам здесь уже нравится. Съемочная группа встретила рыбаков, велосипедистов, прогуливающихся пенсионеров и семьи с детьми. И даже тех, кто просто пришел попить чай. Мы оставили детей в саду и пришли завтракать. С термосом, с чаем у водохранилища. Были здесь раньше. Когда мост был. Ходили не часто сюда раньше. Сейчас будем чаще. Я уже третий раз здесь. Очень нравится. Ходили сюда с ребенком. Да, мы с детьми приезжали, на детской площадке играли. Все понравилось. Второй день только мы пришли. Нравится. Классно. Сделали для детей, для взрослых, для классных прогулок. Качели, горки. Тебе понравилось? Нет. В прошлом году на благоустройство территории потратили больше 200 миллионов рублей. Это средства федерального гранта и спонсорская помощь. Русло реки Бегашки перенесли. Построили ливневые канализации, водоотвод, а также тротуары и велодорожки. Я так понимаю, они только начали. Первый этап. В будущем, если они это все дело доделывают, будет вообще прекрасно. Живем здесь недалеко. Любим кататься на велосипедах. Если дорожка все-таки пройдет в круг, как обещали, одно из самых красивых и любимых наших мест будет. Теперь на берегу появились деревянные пирсы и торговые павильоны. В этом году начали внутреннюю отделку. По плану там будут прокат, общепит и другие виды малого и среднего бизнеса. Провели работы и по озеленению территории. Устроили экопарковку, высадили деревья и кустарники. Для них сразу же установили автополив. Чтобы следить за порядком, стоит видеонаблюдение. А для юных жителей обустроили детскую зону с качелями, песочницей и другими развлечениями. В сентябре этого года дополнительно выделено 92 миллиона 400 тысяч рублей для обустройства пляжной зоны. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока.